Уважаемые любители моих небольших роликов о фотографии сегодня у нас будет достаточно интересный хотя не длинный выпуск о заре фотографического искусства связанного с цветной фотографии но в нашей стране всем хорошо известно что у нас чуть не лучше был прокудин горский который родился в 1863 году на фуниковой горе которую кстати вы сейчас тихо разоряет в собственном имении и дальше вел достаточно своеобразную жизнь такого небедного плейбоя в конце концов он женился на дочке владельца медных и колокольных заводов и уж совсем занялся фотографии потому что уже о хлебе насущным и ну ему думать было незачем но прокудин горский как раз его деньги он использовал более разумно чем большинство даже современных так сказать богатых людей он занялся цветной фотографии ну любил он это дело нравился мы хотя он образование получил отрывочные в разных местах тем не менее вот увлекся и был членом всех этих обществ которых были тогда в россии и очень внимательно следил за цветовыми событиями которые должны были привести к появлению цветной фотографии он прославился тем что он использовал метод разработанный адольфом митте в 1901 902 годах для того чтобы получать трехцветные то есть снятые за тремя не цвет негативами на которых свет фильтровался через светофильтры потом по следующей печати вот такая цветная фотография трехцветная она была таскать все годы очень популярны здесь надо сказать что история очень древние еще в семидесятых годах дюк дугарон и кросс придумали этот метод более того даже его запатентовал один из любителей фотографий как набор точек почти современный цветной фильтр на цифровых камерах так вот но 70-х годов ничего не произошло долгое время ничего не получалось и в конце концов удалось благодаря большим усилиям самых разнообразных фотографов химиков которые повышали чувствительность эмульсии броможелатиновой которая позволяла бы снимать хорошо красные цвета добились того что в девяносто шестом девяносто седьмом году 1800 это уже стал довольно распространенным этом достаточно посмотреть даже русские журналы фотографические любительские в которых каждую осень начинался начинался обсуждение того как лучше печатать трехцветные фотографии ну то есть снимали за тремя негативами соответственно за цветными фильтрами а потом печатали отдельно эти самые отпечатки или использовали негативы или использовали позитивы чтобы потом складывать трехцветные из трех слоев слайды собственно говоря этим методом баловались и величайшие умы того времени я имею ввиду братьев люмьер который для в девятисотом году для того чтобы откровенно выпендриться беспочвенно на всемирной выставке в париже взяли и сделали старую старую технологию которая была собственно говоря до них известно очень хорошо вот этой трехцветной печати любительской они взяли сделали опять съемку за тремя фильтрами взялись получили позитивы эти позитивы окрасили и сложили чуть не под микроскопом и потом показывали эти слайды на всемирной выставке ну то есть такое чистое надувательство тем более извинить технологии было и до этого многократно запатентована ничего нового они не придумали напомню до открытия автохромов все оставалось много лет только в 1907 году появились автохромы это все эпоха торжества и доработки вот этой трехцветной печати проходим горский он поехал естественного следя за этим за всем решил съездить к метэ и посмотреть как он это делает тем более предыдущие опыты были печальные ну достаточно вспомнить о том как он в пятом отделе императорского технического нашего общества в фотографическом отделе представлял дорогущий по тем временам слайд жали то есть да чё додумался этот исследователь он брал сначала ниточки от шелкопряда а потом перешел к стеклянным палочкам а потом стеклянным трубочкам за полным краской эти трубочки были очень маленького диаметра размера там где-то в несколько там сотню микрон не больше вот и он их наполнял жидкостью из через одну складывал получился такой как бы светофильтр цветной трехцветный через него он снимал а потом через него и показывал эти самые слайды и был куплен про кудин горский сколько был я уже говорил не бедный человек он приобрел 12 с лишним рублей стоил такой слайд сделанный в берлине ну и соответственно он его демонстрировал на заседании вот этого русского технического общества на в отделе фотографий в общем по всеобщему выводу было принято решение что в общем это ерунда порядочная все эти полосочки видны замечательным образом так же технология жули никуда не пойдет светлые места так вообще цвет не просматривается в темных счет там пытались увидеть в общем забраковали так что про кузин потратился зря но тем не менее когда появились успехи митами ты надо сказать поступил очень разумно профессор был не промах он взял публиковал во многих журналах свои оригинальные фотографии полученные таким методом 902 году он уже сделал больше 110 фотографий и показал чего можно добиться вот на одной из них вы сейчас можете посмотреть вот эта женщина под красным зонтиком понятно что с большой хитростью снято поскольку экспозиции должна была 5 секунд на 3 негатива и дальше это все печаталась печаталась как печаталась полиграфическим способом фототипе то есть делались клише трехцветные потом значит соответственно традиционным полиграфическим способом печаталась но вот вы посмотрите при большом увеличении под микроскопом растр которым пользовался собственно говоря адольф митте отсюда и качество картинки забегая вперед могу сказать что через несколько времени появился четырехцветная печать черно-белым с четвертом черно-белом клише но к сожалению просто черным краской черная но она не прижилась что же происходит дальше дальше про кудин горский приезжает и комит и учится там несколько месяцев но к сожалению он не доработал систему почему потому что клише то под контролем митте делали в специальной мастерской без гиперспециализированной в германии именно этом это шельтера и гизека и митте лично контролировал от печи подготовку клише каждой картинки а потом уже после того как клише были готовы тоже под контролем митте в и очень известный лейпцизской типографии рихтера печатались эти картинки вернемся картинки красного видите какая хорошая картинка к тщательный продуманный растр значит к сожалению судя по всему прокудин горский в силу особенностей своего характера и неусидчивости не посетил не мастерскую по изготовлению клише не тем паче полиграфический полиграфическое учреждение рихтера в результате он через год где-то две тысячи в 1903 году он начал уже использовать метод митте более широких масштабах и 7 сибилизаторы он там предлагал кое-какие сам придумал но на самом деле красному краски был в пятом году в 905 придумал сенсибилизатор но без него походить прекрасно меняя просто продолжительность экспозиции здесь не надо так сказать придумывать новых сущностей ну и дальше что было получается поскольку проходим горский был состоятельным человеком он дал приют журналу фотолюбительскому в своей же типографии то есть на самом деле типография было это гиперспециализированное такое учреждение которое изготавливало для самого же проходе на горского эти самые клише и производила тщательную печать но поскольку как объяснял были некоторые недоработки вот посмотрите на картинку спаса на крови сделаны в санкт-петербурге в отличную погоду картинка известная ее сам прокудин горский печатал под своим контролем также точно как метэ и рассылал по журналам а уж фотографические любительские журнал просто относил соседнюю комнату вот посмотрите на растр как видите растр очень сильно отличается от того что было у метэ а вот следующий более такой аккуратненький это метэ то есть таким образом прокудин горский отказался от системы то есть он быстрее всего и не пользовался который предложил метэ для своих картинок и перешел к вот этому точному варианту псевдорастра который собственно говоря существенно снижал яркость контраст изображения ну и вот фотография 908 года она достаточно большая крупная то есть крупнее чем обычно а это надо сказать что на самом деле фотоаппарат то был у прокудина горского с негативами 250 на 232 миллиметра а сам в данном случае отпечаток 357 на 254 я имею ввиду портрет толстого который вы сейчас видите как это было сделано до очень просто он взял и увеличивал в одной девять десятых раза собственно говоря сам саму картинку то есть клише сделаны были под увеличением если вы посмотрите сравните точки растра под микроскопом храма спасена крови и портрета толстого станете ясно да именно столько было увеличено просто диаметр точки стал больше то есть таким образом собственно говоря прокудин использовал ну скажем так одно из очень приличных но слегка недоработанную технологию которая в те времена уже сочеталась с четвертой печатью часть черно-белого еще одного клише то есть черного таким образом усиливая контрасты и повышая качество изображения но заслуга его все равно гигантская потому что он собственно говоря про объездил всю россию благо что ресурсы ему позволяли да и плюс он участвовал в некоторых государственных проектах и оставил нам богатое наследство которое дошло до нас благодаря деньгам конгресса библиотеки конгресса сша который сорок четвертом году выкупили этот самый архив аж за целых по 5 тысяч долларов и не поленились воспроизвести картинки фотографии он сделал очень много дошло до нас мизерная часть я думаю что одна четвертая 1 5 к сожалению я поскольку но отношение у нас в стране в результате революции войны прочего всего остального к ней особенно к негативам было достаточно такое скажем скептическая еще фотографии как-то интересовали а уж негативные материалы вообще и никак поэтому уважаемые слушатели я сделал эту запись для того что запись для того чтобы показать вам что на самом деле представляет собой метод немного упрощенной отметой проходе ногорского который не уменьшает его заслуг любители подобной печати есть она продолжалась почти до 36 года и давала очень хорошие результаты поэтому я могу только вам посоветовать получать удовольствие от всех видов фотографии ну и пересмотреть картинки прокудина горского которые создают впечатление о той самой далекой ушедшей навсегда россии и поучиться у него тратить деньги так чтобы через столетия вас все-таки сохранилась хоть какая-то память удачи вам на этом поприще до свидания а 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 Продолжение следует...